добрый день это клуб спалский сегодня у нас будет обзор который будет предварять непосредственно уже обучение игре руморс миниатюрс на данный момент мы сейчас рассмотрим самые базовые компоненты которые уже будут не плане того что в коробке плане того что они делают ну начнем наверное самого простого это вот такой вот кружок с цифрами от 1 до 8 принципе ничего такого особенного сложного нету это счетчик раунда первый игрок который начинает ход получает награду еще вот этот вот круг который он будет переворачивать и соответственно таким образом засекать количество раунда количество раундов в игре ограничено сразу же в правилах коллеги цифрой 8 то есть принципе как выбирается первый игроки первый игрок выбирается тот у кого либо самое меньшее количество очков в армии либо уже тогда бросок броском монетки то есть ничего особенного сложного но тем не менее вот это счетчик дальше это линейка расстояний она по большому счету больше всего нужна для ну по крайней мере цифры на ней вот эта разметка нужны для определения дальности эффекта там стрельбы магии или подобного также поскольку в игре допускается предзамер всех расстояний но с одной оговоркой вы не можете проверять вот такими маневрами которые вы будете непосредственно исполнять вы можете проверить проверять и расстояние вот только вот этой вот линейки то есть принципе у нее как бы проверка либо расстояние либо же эффектом еще принципе процессе игры в зависимости от того какая дальность будут изменяться там параметры например стрельбы и так далее но это уже гораздо позже на данный момент мы должны знать что это просто линейка дальности так как например у x-wing тоже есть три базовых расстояния вот здесь подобное непосредственно что дальше в игре надо сразу же понятие в игре есть то есть вот такие вот 1 2 3 и 4 это единственные варианты передвижения которые в игре есть то есть принципе юниты ходят как бы по прямой это не значит что они не могут поворачивать но это и есть базовые расстояние передвижения мы дальше посмотрим как это делается и вы увидите что и как-то правильно обосновываются дальше все вот такие вот такие вот пологие повороты или же вот такие вот более крутые повороты все они являются модификаторами к ходьбе по большому счету в принципе все это шаблоны движения только если уже забегать немножко вперед и понимать основываясь на правилах игры то вам придется понять что у вас перри есть передвижение право влево назад вперед и плюс модификатор в какую сторону и с каким углом дальше тоже очень базовая и очень просто вот эти вот уголки они применяются в принципе только один раз в игру это ограничивать зону расстановки то есть когда вы расставляетесь и непосредственно вы выбираете карту расстановки и соответственно по ней вы будете выбирать это ограничивать поле расстановки вашей дальше из базовых компонентов есть вот куча таких вот цифр по большому счету они имеют определенное только значение отмечать свои отряды если они допустим похожи один отряд будет цифрой 11 будет цифрой 2 и так далее никого больше другого значения на игрона не имеет также даже самих правилах описано если вы их будете красить вы можете просто за счет того как вы красите взять и разнообразить свои отряды и это в принципе необходимость вот этих жетонов собственно говоря впадет дальше вот такие вот жетоны тоже достаточно простые в принципе они вам нужны будут только в одном случае когда вы еще опять немножко забегаем вперед когда вы непосредственно начинаете игру вы выбираете еще целей объекты игры миссии так далее которые принципе влияет немного там расстановку на разные аспекты но по большому счету если вы там допустим занимаете какую-то точку в конце игры при подсчете очков потому что игра принципе выясняется два варианта либо вы убиваете все модели врага всю его армию это раз вы играете либо второе вы выиграли пачка из количества убитых отрядов вам прибавляется врага и плюс вот таких вот целей миссии ну и соответственно выбирается кто выиграл то есть в данном случае это даже очень похоже на любые другие фэнтези игры которые когда-либо играли то есть это достаточно стандартные так дальше непосредственно вот такой вот ландшафт это допустим они все двухсторонние потому что они имеют разные как вы видите виды то же самое то же самое просто лес или вот какое-то укрепление в принципе это все регулируется достаточно просто вас есть вот если дальше говорить о компонентах вот такие вот карты они скорее всего будут выходить еще дальше то есть это не единственные карты которые есть вот они вот с такой вот рубашкой которые будут в этой игре потому что еще раз повторяю она только начало то есть практически у вас есть на данный момент когда мы делаем этот видео обзор этот базовый набор куча объявленных дополнений и принципе еще набор кубиков и плюс еще коврик для игры по большому счету слишком много еще пока нету здесь мы можем увидеть это вот варианты расстановки вы их начали игры вытаскиваете и соответственно определяется как вы играете здесь опять же ничего сверхсложного нету сверху определяется видите вот такие вот есть пояснение сколько это в принципе объясняет вот здесь вот опять 445 это расстояние на данной линейке то есть это не дюймах это здесь все расстояние будут именно вот такие вот эти и плюс вот такие вот иконки которые поясняют это укрепление а это принципе ландшафт непосредственно то есть что это значит это карты расстановки а есть еще карты непосредственно ландшафт сейчас я их покажу я просто забыл показать вот это и есть вот арты тоже которые опять же открываются вот вот с этими иконками которые я показывал вот цели миссии они тоже наугаду выбираются в начале игры так дальше вернемся потому что мы смотрели вот есть вот с такой вот рубашкой карты опять же они будут разные потому что даже уже в заявленных например фракции эльфов есть новые и ландшафты и с ними идет новые шаблоны и плюс опять же если с ним должны идти карта так вот такая вот обложка и здесь получается смотрите соответственно вот это вот количество очков что чего вы выбираете 6 по большому счету здесь описывается какой ландшафт вам выбрать и мы более подробно будем потом уже смотреть когда выбирать то есть по большому счету у вас в начале игры вы наугад создаете миссию с плюс расстановкой цели которые идут и плюс ландшафт непосредственно поэтому сразу говорю лучше играть изначально не живут с этим но очень сильно будет разнообразным для начала можно сразу сказать сейчас на данный момент и скорее всего это просто временный лимит это принципе базовая армия собирается на 200 очков то есть каждый отряд определенное стоит количество очков но и и все сравнивают поскольку это еще игра той же самой фирмы с икс вингом или армадой у обоих этих игр есть общее особенно с армадой это вот передвижение не ближе к армаде чем и к икс винг то играл тут в принципе поймет это достаточно сложно объяснять надо просто объяснять тогда еще и армаду и второе это то что непосредственно у вас есть как бы особенность у армады тоже в начале когда вы только выходила она выходила на 200 очков сейчас лимит уже 400 по большому счету лимит 200 очков для этой игры это принципе если вы просто возьмете купите два стартера поделите их пополам кому-то одна сторона мертвых другая страна вот именно легионов и в принципе вот вам более или менее 200 очков также есть дополнительные отряды это не все есть и герои будут еще дополнение которое ставится в отряд и мы это немножко разберем позже сейчас мы смотрим непосредственно компоненты дальше вот это карточки которые принципе раньше показывал но я на них еще раз остановлюсь они принципе зеркальные то есть они их 4 штуки они есть для каждой стороны каждый можете положить и перед собой иметь здесь описано что делает что так что обозначает каждая иконка и в начале когда вы еще только знакомитесь с этой игрой это великолепно подспорье для каждого человека дальше базовый сразу стоит отметить базовая игра это принципе 6 дюймов стол на 3 почему что не 6 на 4 это принципе американский подход у вас по одному дюймов у вас как раз вот этот вот один дюйм попал по полдюйма забрали для того чтобы вы раскладывали карточки вдоль стола то есть принципе это стандартный игровой стол для например как есть у warhammer фэнтези battle до больше половины игры которые их применяют и из же сигмар и так далее и просто вот одна части специально забирается для того чтобы вы могли разложить непосредственно вот это это карточки отрядов естественно они есть на мертвых и непосредственно вот эту часть сейчас мы на них немножко подробнее остановимся так до того как мы еще посмотрим карточки непосредственно персонажей стоит вот остановиться еще на некоторых небольших компонента которые присутствуют и вот такие вот крестики это принципе раны по большому счету они нужны только для отрядов ну если забегать пирога таких вот как большие голем например или же вот эти вот наездники скелетов который имеет несколько ран на себе ну и плюс герой естественно они просто отмечают количество ран которые вы нанесли то есть это единственное и самое простое их применение дальше что еще у нас есть у нас есть вот такие вот жетончики они немножко разные как вы видите вот нет разные стороны в принципе это есть руны магии которые применяются в данной игре они достаточно простые в своем применении здесь вот нижняя часть это то что с другой стороны а здесь руны которые указывают вот видите за перевернуть они в принципе повторяет то что там было нарисовано так они бросаются получается в начале входа для того чтобы определить какая магия будет действовать это имеет значение как и для некоторых и отрядов как непосредственно магии и так далее скорее всего они будут еще дополняться дальше потому что это не единственная магия которая присутствует из того что можно разглядеть например на стартовых наборах лесных эльфа там принципе будет немножко другая еще добавлена магия дополнительности к этой это называется энергетический пул то есть по большому счету если вы вот так вот что вы делаете вы просто их бросаете и того это пустое значение у нас есть два у таких вот зеленых значка один синим кстати синим принципе всегда будет потому что они по жетонам так получается и 2 непосредственно красных что они означают непосредственно вот получается красные это нестабильная энергия синяя это естественно стабильная энергия и зеленая это природная энергия то есть вот такие пока три основных энергетических вариантов магии которые есть на данный момент естественно такие же значки вы будете находить на картах соответственно этих картах вы сможете их и задействовать подробнее на том как это используется но и остановимся поздно дальше что можно сказать есть еще вот такие вот остальные значки которые вы видите они принципе обозначают но бэйн и бонус из наград бунс например это отметил такие значки опять же скорее всего будут другие но на данный момент есть только одни это вдохновение грубо говоря когда у вас есть такой значок на вашем дружественном отряде вы его можете потратить то есть забрать вот отряда и забрать любой из вот этих вот следующих проклятий которые может быть наложено на ваш непосредственно отряд дальше непосредственно проклятие вот это получается блайт зеленая принципе ну одно из достаточно гадких проявлений его и пока что единственных это что вы его тратите когда до того как бросается кубик атакующим и атакующий должен будет на свой выбор забрать из вот своего броска кубика который он будет бросать он будет забирать один кубик отнимать от него он сам будет выбирать потому что кубики разноцветные но он будет выбирать уже какой он заберет они накапливаются то есть они в конце хода не дискажется дальше паника вот такое значение такой же если забегает вперед вы такой же значок увидите на вот этой карте на таких вот карточках это карты морали психологии и здесь соответственно вот тоже такие у значки идут принципе она чем-то похожи на на карты которые есть в x-wingе или же других играх фэнтези флайт геймс которые отвечают за повреждения остановимся на них позже грубо говоря когда вы получаете вот такой вот жетон он может получаться от кубиков он может получаться того что вы столкнулись с другим отрядом и так далее то есть много вариантов мы подумаем на этом остановимся он тратится для того чтобы либо поднять уровень непосредственно психологического теста то есть если грубо говоря сказать это количество карт которые вы открываете и потом выбираете из них ту которая будет задействована эффект негативный например или же если он защищается то получается опять же ими можно уплачивать цену на карточках психологии чтобы усилить опять же этот эффект то есть не только увеличить количество карт которые вы видите но еще и усилить этот эффект так дальше немножко забежим вперед получается вот это то что есть у каждого отряда это команду называется допустим назовем на русском языке щиток команды или что то в этом роде здесь первое это действие а это модификатор почему это показываю сейчас потому что вот вот у нас есть красное проклятие это называется мобилизация когда у него у юнита есть такой вот значок оппонент естественно может не обязательно но может потратить этот жетон для того чтобы отменить полностью вот это первое действие то есть это достаточно сильно и создает определенные стратегические эффекты дальше это в принципе относится ну больше конечно к передвижению то есть не к не к ударам есть удары а к передвижению дальше и есть оглушение стан вот такой вот желтый значок он тоже делает то же самое только модифицирую модификацию меняет действие остается прежним то есть например в принципе тут просто как бы модификатор вы например чарж объявляли не будет чаржа рали после чего-то и так далее он просто это отменяет то есть тут можно сказать это относительно просто но это и есть базовое то что вам необходимо знать для начала игры теперь перейдем дальше к тому что еще есть в наборе так теперь еще один непосредственно очень необходимый компонент который применяется в игре это непосредственно кубики ну как и в других фэнтези флайт геймс играх они не используют какие-то сверх хитрые системы вычисления типа таблиц или прочего они просто делают для каждой игры или для каждого же отряда иногда бывают разные кубики здесь в данном случае на данный момент есть красные синие и белые что можно сказать о них допустим белые это наверное самые сильные из тех вариантов которые могут вам попадаться здесь вот эти вот значения которые вы видите различные выпадают в основном белыми применяется только тогда когда они есть у персонажей или различных там героев то есть это наверное самые сильные дальше синие и красные по большому счету они есть практически у всех отрядов которые есть на данный момент на них есть вот различные там символы то есть символы мы потом немножко позже разберемся ну вот это и есть основное то что вам надо знать по кубикам они достаточно просто указаны вот на карте например есть указание просто по цвету даже не обязательно там форму смотреть здесь указание какая атака и какие два кубика выбрать в данном случае вы бросаете вот такие вот кубики это так в общем помимо кубиков что мы уже немножко показывали это еще вот такая вот колода 30 по моему это колода морали и психологии здесь мы видим вот идут различные такие вот значения 2 3 по большому счету они все тут больше трех я пока не видел они используются при проверке теста психологии тест психологии получается тогда когда у вас либо на кубиках получаются вот эти соответственно значки психологии которые откладываются в пул и вы должны их разрешать или же когда у вас есть вот эти жетоны которые я уже показывал психологии то тоже это триггерит то есть соответственно вы берете карту допустим сколько там жетона было потрачено 2 и смотрите на их значение ну если у вас два жетона то вы эту карту уже не сможете использовать а вот эти два вы сможете использовать то есть это если вкратце объяснение как она действует дальше мы немножко это более подробно уже рассмотрим на примере карточки которые относятся к различным типам ну мы видим вот здесь вот эти вот значки которые они указали они принципе есть и сзади карты они указаны если говорить на карте как их использовать на каждой карте которая есть тут сзади описано построение которое применяется его цена и плюс в зависимости от этого построения какие апгрейды вы можете ставить на данное подразделение соответственно вот они это базовые есть одна особенность их очень много будем на них остановиться подробнее их много там броня различные стандарты различные улучшения морали тренировки ну и плюс есть еще одно это вот такие вот карточки видите у них есть вот такие вот значения это карточки апгрейда отрядов то есть грубо говоря если вы хотите вот карриеврой сталкер ее поставить ну вот скажем что вот это и является отрядом ни в коем случае не приклеивайте ее к подставке вы вынимаете ее отсюда еще просто не приклеено вынимаете ее это называется героическая подставка вынимаете из героической подставки и берете любую модель из первого ряда и вставляете ее сюда соответственно карта отряда которую вы используете будет еще иметь вот это все то есть она является уже частью этого отряда в нее непосредственно бить по простому нельзя но она очень многие из своих улучшений которые есть помимо того что он может ходить отдельно она передает на этот отряд дальше если говорить уже дальше то есть естественно у каждого есть различные значения это если вот такие вот пехотные модели что надо сразу же отметить о отрядах здесь есть вот такие вот разные значения вот здесь например шлем что мы еще можно найти здесь есть допустим такая вот башня и в принципе есть еще пока только один отряд который выпущен это голова лошади то есть это кавалерия это и есть три базовых типа отряда которые на данный момент существуют то есть в принципе у вас есть кавалерия у вас есть осадный класс отрядов то есть это осадное орудие здоровые монстры и так далее и пехота что стоит отметить что осадные персонажи они не вынимаются из своих подставок они просто присоединяются к отряду если это возможно то есть у вас будет отряд с таким чудесным големом вот например вот его карта соответственно он будет уже воевать вместе с вашим отрядом то есть вот таким вот образом то есть поэтому не приклеивайте в начале при сборке вот этих вот мелких пехотных персонажей опять же если забегать вперед персонажи которые будут дальше идти генералы они идут два варианта обычно в коробке всегда есть его пешая и конная версия соответственно таким отрядом они и будут скорее всего присоединятся также стоит отметить пока у вас есть 200 очков на каждые 100 очков вы можете использовать один именной отряд под именными отрядами подразумевается все как и отряды каких-то особенных моделей так и герои и подобное то есть здесь это как бы общая категория дальше в принципе общую базу мы поняли теперь непосредственно будем говорить о карточках персонажа так продолжим и теперь мы посмотрим на базовые как раз отряды и то что представлено в самой игре здесь мы видим вот первое это значок что это за отряд то есть в данном случае это отряд пехоты второе белое вот этот щиток это в принципе количество повреждений которые необходимы отряду чтобы ему нанесли одно повреждение модели дальше а это красное это количество ран у модели то есть грубо говоря если наносится одно повреждение то соответственно один копейщик умирает и так далее здесь написано его непосредственно название а вот здесь вот то что мы видим это является вот как раз обозначением рукопашного боя здесь вы видите два значка сержа то есть если у вас когда вы бросаете вот внизу обозначена у них есть только рукопашный бой он бросает один красный один синий кубик если у вас на них выпадает два значения вот таких вот молний вы можете помимо основного эффекта еще добавить себе получить одно вдохновение то есть вот вам как работает базовый отряд дальше вторая сторона у всех отрядов в принципе ну одинаково здесь логотип фракции здесь опять же что это такое здесь название и здесь вот два варианта ну не два варианта здесь вот такие вот варианты идут это получается идет построение как их столкнуть рядом два здесь цена вот 2 2 подставки подставка считается hollow это вот базовая подставка 1 базовая подставка 2 то есть получается они будут стоить 18 . дальше если вы возьмете их больше они будут стоить 30 очков и соответственно будет уже немножко больше апгрейдов то есть можно будет на 4 добавлять героя на 6 вы сможете добавлять еще этот вот стандарт ну и на 9 тут еще с одного осадное устройство можно добавлять том числе осадного там допустим голема или чтобы там не выходила дальше и так далее то есть вот это и есть базовые как считается очки в армии соответственно также считается сколько оппонент убил дальше что еще стоит с этим отметить помимо базовой вот такой вот карты с ними всеми еще идет вот этот щиток то есть мы его данном случае видим вот опять же силуэт копейщиков здесь то что это пехота здесь те же самые повторяются значения это сторона которую вы обращаете к оппоненту и подставка естественно которого собирается и дальше что мы здесь видим вот это наверное основное то что вам стоит запомнить до того как вы начнете передвигать все отряды это похоже как раз на x-wing особенности вы сначала есть командная фарса на которой вы расставляете что вы делаете все достаточно просто вот это само действие это его модификатор цвета модификатора должны совпадать с тем что здесь то есть вот сверху стрелка вот например мы выставим марш на вот это значение что здесь это три это расстояние то есть вы выберете шаблон 3 дальше только синие можете выбрать или же белое белое сопоставляется с любыми цветами то есть это вот например специальное действие или же синие что они обозначают вот такое получается вы сможете повернуть но скоро снизится на один поворачивать можно в любую сторону здесь не указывается сторона это вы выбираете непосредственно уже при действии повернуть более крутой поворот сделать но скоро снизится на 2 это мы в данном случае выставили по прямому это будет по прямой но ваше действие закончится тем что вы по чаржитесь то есть нападете на какой-то отряд ну или на препятствие кстати дальше это вы можете поворачивать и чаржиться но тоже опять же снимется у вас немножко расстояние вы можете получить плюс одну защиту ну или если вы допустим вы бы выбирали там движение просто там вперед на вперед назад право влево вот четыре то что является это вы могли бы выбрать еще тоже защиту например красный видите вот удар с ним вы можете увеличить количество повреждений то есть это засчитывается и так далее но это мы будем видеть непосредственно бою что еще вы должны знать вот эти цифры они как вы видите они не вовсе не идут подряд в этой игре инициатива отряда зависит от того действия которое она делает то есть например данном случае я выставил движение на 4 инициативой 8 вот удар с инициативой 3 удар с инициативой 7 4 инициатива 5 3 4 то есть у каждого юнита инициатива не постоянно она может меняться в зависимости от того что вы непосредственно делать вот это вот основное то что надо как бы то есть ну например желтым бы вы не смогли выставить синие желтым вы можете выставлять только вот такое с красным вот например только такое так здесь мы видим другой отряд это кавалерия как мы видим здесь гораздо больше кубиков на рукопашный атак то есть они дают вы будете бросать инновременно два красных один синий свойства принципе очень похожи на прошлый дополнительные вот здесь есть такие вот указания как импакт например это одно из значений вот дополнительных свойств которые обладают каждый отряд или персонажей и так далее здесь мы видим что уже защита выше то есть ему надо нанести две раны для того чтобы ну грубо говоря убить одного конного здесь естественно другие значения другие немножко построения вот вы можете увидеть как они стоимость их здесь опять же для базовых отрядов они принципе более или менее одинаковым случае выглядит однако естественно как и x-wing например каждый отряд обладает немножко своеобразным вот этим вот колесом маневров и прочего то есть они не совпадают видите там было белое например умение здесь она синие и так далее то есть принципе они у каждого будут разные поэтому маневры плюс карта это и есть то что определяет непосредственно ваш отряд дальше теперь перейдем непосредственно вот героя такая вот как мы видим тут гораздо сложнее здесь есть и белый кубик и синий белый и синий что на рукопашные что на дальние атаки тоже пехота ей надо нанести три раны чтобы нанести три повреждения чтобы сделать одну рану и которых и у нее четыре название опять же свойства тут описаны что она делает он brutal при сайт и так далее то есть мы не будем сейчас вдаваться в то что они дела потому что это принципе больше относится вы и будет понятнее когда непосредственно игра будет данном случае что еще как мы видим у нее нет вариантов особенных построений у не си просто стоимость ее и плюс возможные апгрейды которые у нее есть также вот одна из самых забавных особенностей этой карты то что вы можете призвать вот тут особенность вы можете и включить один не уникальный пехотный отряд из фракции лотарий эльфов при том что фракции на данный момент пока еще не издана вот вам самый простой вариант как карты могут изменять комбинировать и так далее все в этой игре и то что показывает что она еще продолжается что очень часто кстати привлекает людей которые вот только хотят начать игру которые не боятся встрять в то что уже было очень давно то есть там дисбаланс и так далее здесь в данный момент и ближайшие скорее всего не год или даже несколько более или менее все люди будут начинать практически одинаково то есть поэтому если вы хотите выбрать для себя какую-то игру мне кажется что это достаточно простой способ сделать это дальше теперь посмотрим на вот такие карты это карта рунного голема или ну например данном случае осадная вот мы видим здесь показано другой значок здесь видите защита h4 соответственно для хотя у него всего лишь две раны надо нанести ему четыре повреждения чтобы ранее хотя бы один раз здесь у него есть дополнительные особенности и видите вот здесь вот как раз почему он рунный потому что его значение того что он делает и свойства и вот пассивного как бы свойства наверно они зависят от рун которые то что я показывал ранее вы выбрасываете здесь в отличие от героя у него все таки есть построение как единичные так есть и построение как вы видите отдельными отрядами то есть они уже объявлены как дополнительные будут еще наборы так что принципе они в любом случае будут хорошей покупкой плюс кстати как всегда в тех наборах которые идут отдельно будут идти немножко другие апгрейды немножко другие карточки которые будут их дополнять соответственно как бы стартовый набор это база но лучше всего вот то что добавляется это идет в них то же самое в фэнтези флот геймс вы можете найти даже в x-wing и потому что базовые даже тай файперы и прочие x-wing и они которые идут отдельным блистером хотя они и старты идут другие и зачастую с очень полезными картами так это наверное все что мы можем показать допустим я еще покажу его базовую такой вот как выглядит его эти выбора у него немного но как раз вот дополнительные вот свойства которые он может исполнять они тоже зависит от рун притом от определенного и поэтому он и называется это и есть база что вам надо знать для того чтобы хотя бы попробовать игру остальное мы уже будем рассказывать следующих наших сериях ждем вас на нашем канале приходите будем играть вместе с вами с вами был клуб спал скейп